Доброе утро! На 12-м канале Час Новостей, в студии Анна Черных, в этом выпуске. Бьет рекорды! В Омском инфоруме участвуют больше 250 журналистов. На первой площадке поговорили о будущем печатных изданий и открытости чиновников для прессы. Уложить асфальт и не сесть в лужу. У нас часто в интернете пестрит лужи, укладывают асфальт и бетон. Не было в дальнейшем таких инцидентов. Омские общественники следят за качеством ремонта дорог. Акробатические трюки над водой. В акватории на Зелёном острове прошли соревнования по вейкбордингу. Марафон читок в Омске. И ты выучишь свой настоящий язык, громко посмотри на меня. Мать и сын остановились. Он смотрит на неё. Ты станешь великим. Актёры знакомят жителей с пьесами современных авторов. Хорватия и Франция в финале. 15 июля мечи на «Красной звезде» увидят битву за главный трофей Чемпионата мира. Больше 250 журналистов примут сегодня участие в Омском инфоруме. Уникальный образовательный всероссийский проект этим утром стартовал в экспоцентре. Приглашены журналисты, блогеры, медиаменеджеры, пресс-секретари. Для каждого направления организована своя программа. Задача инфорума – вывести региональные СМИ на новый уровень. Серьезную практику в рамках программы получат молодые репортеры. Им расскажут о трендах в СМИ. Буквально полчаса назад с акулами пера встретился глава региона Александр Бурков. Он поделился своим мнением о современной прессе. В частности, сказал, что будущее, безусловно, за интернетом. Однако телевидение никуда не исчезнет. Как и не перестанут печатать газеты. Особенно бумажные издания популярны в районах. Бурков признался, что сам черпает информацию из разных СМИ. Только так, признался руководитель области, можно получать полную картину. Прокомментировал Бурков и открытость омских чиновников. Не только для журналистов, но и для всех местных жителей. Я откровенно могу сказать, что проведя первые встречи еще в октябре у нас в муниципальных районах, я понял, что народ не знает министров, народ их не видел, в том числе даже вице-премьеров. И вынужден был в приказном порядке засылать всех министров и вице-премьеров в районы. После чего они приезжали с большими круглыми глазами и говорили, «Слушайте, ну там же вообще что творится?» При этом люди работают по пять лет, а может быть и больше. Но вот этих проблем не знали и были очень далеки от народа. Поэтому пытаемся менять эту практику. Не скажу, что очень успешно получается. Начинают находить различные доводы, чтобы лишний раз не поехать в район. Но тем не менее, пока в этом направлении движемся. Также глава региона отметил, что Омская область перспективна для туризма. В регионе проходит множество культурных мероприятий. Есть великолепные театры и музеи. Добавлю, что сегодня на форуме выступят именитые российские журналисты. В эти минуты проходит встреча с председателем Союза журналистов Владимиром Соловьевым. Ожидают на площадках и шеф-редактора компании «360 ТВ» Александра Топурина, заместителя генерального директора издательского дома «Московский комсомолец» Олега Воробьева. Дорожные ремонты в разгаре. Новый асфальт уже уложили на Комсомольском мосту и на путепроводе по улице Госпитальная. Отремонтирована вся 36-я Северная, а в области идет реставрация участка Омск-Тара. На очереди 94 километра региональных дорог. За качеством выполнения дорожных работ вместе с официальными инстанциями пристально следят общественники. Подробнее в сюжете Анастасии Евдокимовой. В группе контроля не только активисты, но и эксперты, инженеры, технологи, преподаватели технических вузов. Они оценивают качество проводимых работ, контролируют ровность и прочность дорожного покрытия. Вот в частности лаборатория такая специализированная, которая позволяет нам выполнять контроль качества ровности методом сканирования. То есть это высокопроизводительный точный метод, потому что метод сканирования, то есть камеры стоят соответствующие, они снимают дорогу, и сразу у нас на дисплее появляются данные по ровности, по поперечным уклонам. Сегодня прошел не просто рейд, а мастер-класс по обучению новичков. Им показали, как работает дорожная техника, датчики и системы слежения, на что следует обращать внимание в первую очередь. Контролируется температура асфальто-бетонной смеси при укладке. Также идет сзади стройконтроль, проверяет уже непосредственно градусником температуру укладки. Сегодня в городе ремонтируются три десятка магистралей. На каждый контроль ведут в том числе общественники. И как уже отмечают специалисты отрасли, благодаря активности людей и своевременным сообщениям, качество дорог заметно улучшилось. Подают своеобразный сигнал, чтобы подрядная организация уже неповадно было, плохие погодные условия, или как у нас часто в интернете пристрелят лужи, укладывают асфальто-бетон. Не было в дальнейшем таких инцидентов. Как бы одного пропиаря, удобно, уже неповадно было. Кроме контроля качества укладки, общественники могут брать образцы асфальто-бетонной смеси на экспертизу, чтобы убедиться в правильности пропорций и соответствии состава нормам. Дорожный контроль должен осуществляться на всех стадиях, от проекта до сдачи в эксплуатацию. Анастасия Евдокимова, Сергей Никифоров, Павел Ромость, 12 канал. Региональный Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасные овощи и фрукты. Жителям советуют не покупать продукцию с поврежденной кожурой, к примеру, дыни и арбузы, которые были разрезаны для демонстрации спелости. Фрукты и овощи нужно тщательно мыть под проточной водой, а ягоды стоит замачивать на 5-10 минут. Кроме того, жителям советуют покупать продукты в специально оборудованных местах. Это рынки, магазины и места сезонной торговли, которые утверждены контролирующими органами. Иначе можно получить отравление. Сломя голову над водной гладью, в Омске прошли соревнования по вейкбордингу с участием райдеров-экстремалов из Новосибирска и Челябинска. Было непросто, но омичи их сделали, поразив всех своим мастерством. Акватория на Зеленом острове отлично подходит для отработки самых сильных трюков. Но для подготовки чемпионов, а вейкбординг могут включить в олимпийскую программу, трассу нужно улучшить. Сейчас она реверсивная, канат движется вперед-назад, а нужна кольцевая. Где взять средства и каковы шансы омских вейкбордистов попасть на Олимпиаду, расскажет Елена Смирнова. Умение плавать и желание взлететь. Обязательный минимум, чтобы встать на вейкборд. А вот оттачивать мастерство в трюках можно бесконечно. Что к падению в воду приводит малейшее неосторожное движение. Скольжение по волнам, акробатическим этюдам надводной гладиомские райдеры соревнуются с экстремалами из Челябинска и Новосибирска. Каждая программа обязательно состоит из флетовых трюков. Это движение на ровной поверхности. Прыжков с трамплина и джибинга, то есть скольжение по трубам. На джибе я очень люблю джиб, мне это нравится. Я катаюсь для себя, когда на джибе. С трамплинов мне тоже нравится ощущение полета. А флетовые трюки очень сложно. Хозяева акватории в лидерах чемпионата. Хотя признаются спортсмены, им сложнее, чем гостям. Вопреки расхожей поговорке, домашние стены, а точнее канаты и пристань не помогают. Дома всегда выступать сложнее, потому что, когда ты приезжаешь в другие парки, это другая атмосфера, райдеры отдыхают и непосредственно настраиваются уже на сам старт. А когда выступают дома, тут все равно очень много друзей, близких, знакомых. Постоянно кто-то отвлекает, где-то надо помогать, где-то кому-то рассказывать. И, естественно, это немного сказывается. И есть определенное волнение для выступлений. И поэтому, да, нашим райдерам сейчас немножко сложно, чем как приезжим. Впрочем, для тренировок этот парк подходит практически идеально. Здесь можно отрабатывать все фигуры высшего пилотажа. Однако в мечтах спортсменов усовершенствовать площадку. Сейчас в распоряжении райдеров реверсивная трасса. Канат движется вперед и назад. Нужна еще и кольцевая. Нам надо восстанавливать кольцевую трассу, где один за другим райдеры могут 5, 6, 8 до 10 человек. Там разные есть трассы. Цепляются друг за другом и выполняют уже по круговой системе различные трюки. Есть у нас в планах трасса, но она и стоит, естественно, на порядок дороже. Мы планируем так, чтобы летом вейкборд, а зимой будем здесь стараться строить именно и сноупарк. То есть, чтобы круглогодично было использование этой территории и акватории. Ну а трасса может обойтись примерно в полтора миллиона рублей. Сейчас яхт-клуб, где и тренируют вейкбордистов, ищет инвестора. Обсуждается вопрос о возвращении водно-лыжного спорта в олимпийскую программу. И, как знать, возможно, уже в 2024 году за олимпийское золото поборются омские экстремалы. В полтора раза больше нормы в Омске перевыполнили план весеннего призыва. Всего на службу отправится 476 человек. Норма – 322. То есть, план оказался перевыполнен почти на 150%. Предварительные итоги весенней кампании подвели на заседании Координационного совета при мэре Омска. Здесь отметили, у многих призывников есть высшее образование и водительские права. Завершится призыв 15 июля. В Омской области иностранцы смогут получать разрешение на работу по принципу одного окна. Напомню, 14 марта состоялось открытие единого центра сервисно-миграционной службы. Подобных в стране не так много. Омский третий в Сибири после Кемерово и Новосибирска. Однако первый по многофункциональности. Иностранцы смогут пройти полное медицинское обследование, получить сертификат об образовании, перевести документы и оформить страхование. Все специалисты, которые участвуют в оформлении документов, находятся в общем здании. И теперь посетители миграционного центра имеют возможность в одном месте получить полный комплекс услуг. Основным направлением деятельности нашего центра является оформление документов для лиц, пребывающих с зарубежья. Это для иностранных граждан, пребывающихся для трудовой миграции. Данный центр создан в концепции одного окна. То есть граждане приходят сюда, сдают документы, здесь же их и получают. Данный миграционный центр создан под патронажем начальника УМВД России по Омской области Леонид Михайловича Коломейца и ВГУПа ПВС МВД России по Омской области. Омские театралы начали марафон читок. В течение месяца актеры из нескольких театров представляют пьесы современных авторов Омска, Екатеринбурга и Москвы. Производения разные по тематике. В них поднимаются вопросы семьи, войны, любви. Накануне гости музея искусства услышали пьесу Марии Конторович «Обещания на рассвете». Вообще, почему мы придумали марафон читок? То есть это, с одной стороны, тест-драйв такой для современных топовых каких-то пьес, а с другой стороны, ну то есть на 50% мы пытаемся проверить. То есть 50% репертуара читок составляют пьесы, которые мы рассматриваем, конкретно для постановки. То есть «Обещания на рассвете» — это инсценировка. А гори — это, во-первых, очень такая эпичная и историчная вещь, и в то же время очень личная. И получилось очень изящно, достоверно. С 3 июля Seven Airlines запустила прямые регулярные рейсы из Омска в Санкт-Петербург. Теперь жители Омска смогут с большей гибкостью планировать свои поездки в город на Неве. Полеты будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам. Подробнее в нашем сюжете. С-7 Airlines начала осуществлять прямые рейсы между Омском и Санкт-Петербургом на современных самолетах Airbus A319, рассчитанных на перевозку 144 пассажиров. «Думаем, что это направление будет интересным и востребованным для пассажиров, которые предпочитают городской экскурсионный отдых, который планет провести несколько дней в Санкт-Петербурге. И это очень актуально, особенно в летний период отпусков, летних каникул. Ну и также мы рассчитываем на интерес к этим рейсам со стороны делового пассажира». В летний период по средам и пятницам рейс выполняется в 4.05 утра из Омска. Время в пути 3 часа 30 минут. Обратный вылет из аэропорта Пулково в 20.35. И приземляется в Омске в 3.05 местного времени на следующий день. Пассажиры могут выбрать для своего путешествия наиболее подходящий из нескольких тарифов S7 Airlines. Например, тем, кто путешествует налегке, подойдет эконом базовый, а для пассажиров с багажом эконом гибкий. Леана Шанина, Александр Саражин, 12 канал. Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира. Накануне в московских лужниках команда Златка Далича в дополнительное время одолела англичан 2-1. Первый за 28 лет выход сборной Англии в полуфинал Мундиаля свел с ума всю страну. В день матча в российскую столицу съехалось по разным оценкам от 10 до 15 тысяч фанатов с Туманного Альбиона. Для сравнения, в Волгограде на первом матче трех львов, как еще называют английскую сборную, команду поддерживало все около 2000 человек. Предполагается, что это самый малочисленный выезд британского фондвижения на чемпионатах мира за последние 35 лет. Англичане превосходили соперника не только на трибунах, но и на поле. Подопечные Гаррета Саудгейта пошли в яростное наступление. Едва прозвучал стартовый свисток. Уже на пятой минуте британцы забили. Отыгрались хорваты только на 68-й минуте. А на 109-й минуте Манджукич пробил в дальний угол 2-1. Хорваты идут в финал, где за главный трофей чемпионата поборются с французами. Омские фанаты смогут увидеть этот матч, как всегда, на стадионе «Красная звезда». Прогноз погоды уже через минуту. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица. Профнастил. Охна ПВХ. 999-222. Одеться стильно для женщины является наилучшей возможностью выражения своей индивидуальности. В этом вам поможет БелАрт. Женская одежда российского производства. БелАрт. Континент 2. Бутик 208. В приложении Двагис вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях. Отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок. Навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте Двагис бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Ходил раньше Иван из Горьковского за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь форель свежепороженое. Всего 334 рубля за килограмм. Вот это цены. Экономит теперь Иван. И на новый мотоцикл копит. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. И о погоде. Сегодня, 12 июля, в Омске и области пасмурная температура воздуха в районах днем до плюс 30 градусов. В Омске днем столбик термометра поднимется до плюс 27. Возможны дожди. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Эфир 12 канала продолжит программы «Необыкновенные люди». До встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин